Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский университет вошел в тройку вузов России по количеству иностранных абитуриентов. В список вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Российский университет дружбы народов. Итоги подведены по количеству заявлений, поданных с использованием электронных систем Россотрудничества. В этом году по завершению приемной кампании был превышен порог в 11 тысяч иностранных студентов. Отрадно, что третье место мы заняли, и на самом деле это не первый раз, и до этого были в числе лидеров. Заняли мы в пандемийный период, когда родители в наибольшей степени начали заботиться о безопасности своих детей. И видно, что Казанский университет определенный в качестве одной из безопасных зон, безопасных мест, куда действительно можно ехать, поступать и начинать свое обучение. Поэтому действительно это очень приятно. Ишат Гафуров принял участие на 18-м заседании Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. К другим новостям. В Казанском университете состоялось вручение премии «Студент года». Как это было, смотрите далее. Концертный зал Уникса Казанского университета заполнен студентами и работниками вуза только наполовину. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в этот вечер состоялась торжественная церемония вручения премии «Студент года-2020». На ней собрались самые активные, творческие и талантливые студенты. Церемония сопровождалась концертными номерами и традиционным исполнением гимна студенчества. С приветственным словом выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Сегодня же я хочу поздравить вас с завершением успешного этого конкурса. Я думаю, вы еще сюда будете выходить, вас будут поздравлять. Хочу пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях. Хотел бы, чтобы вы были такими же амбициозными, какими вы являетесь сегодня. Хочу пожелать вам здоровья, здоровья вашим близким. Конкурс был представлен в 24 номинациях. Один за другим лауреаты выходили на сцену за своими наградами. Победители и призеров награждали в таких номинациях, как «Лучший общественник», «Лучший волонтер», «Лучший спортсмен», «Открытие года» и других. В номинации «Открытие года» победителем стал студент Института вычислительной математики и информационных технологий Владимир Бабничев. Эта номинация для студентов только второго курса, она о тех студентах, которые успели за год проявить себя в максимально большом количестве всевозможных направлений. Видимо, жюри посчитало, что я проявил себя больше остальных или лучше остальных. И я считаю, что это было справедливо, потому что действительно я очень-очень много всякими разными делами занимался на первом курсе, продолжая заниматься на втором курсе. В завершении мероприятия состоялось вручение самой долгожданной из всех номинаций. Ректор Ильшат Гафуров объявил со сцены, кто стал студентом года 2020. Обладателями гран-при конкурса стали сразу двое. Это магистрант первого курса обучения Института международных отношений Ильнур Хазипов и студент шестого курса Института фундаментальной медицины и биологии Хажак Бар Валежонов. Эта номинация для меня значит очень многое. Это большая гордость, честь, такое звание, потому что это признание всех моих трудов, заслуг моих преподавателей, сотрудников всего университета. Я всегда активно занимался научной деятельностью, общественной деятельностью, спортивной деятельностью. Я был спортивным организатором, капитаном сборного института, мини-футбол, участвовал в различных общественных проектов, писал научные работы, публикации. Вот в итоге все эти труды привели меня к этой награде. Я просто до речи потерял, я стоял там, я же, наверное, чуть не расплакался. От радости, конечно. Победители поблагодарили руководство и преподавателей вуза за поддержку студенческих инициатив и наставничество. Премия «Студент года» ежегодно отмечает в самых лучших участиях все готовы трудиться на благо Казанского университета. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Алексей Румянцев, Универ Ньюс. В музее истории Казанского федерального университета состоялась презентация сборника «Университет. Наша общая судьба». В книге представлены интервью ИСЦ преподавателей и сотрудников Казанского университета. Это название, оно родилось, как говорится, вот в процессе подготовки этого, этой книги, потому что любое, вот открываешь страницу и любое высказывание, оно так или иначе касается университета. И наши коллеги, так вот, единодушно, что ли, выразили любовь к университету. Это на самом деле наша общая судьба. Стали известны результаты конкурса «ПАО «Татнефть. Лучший молодой преподаватель научно-образовательного кластера 2020», который проводится совместно с Альметьевским государственным нефтяным институтом. Победителем конкурса стал преподаватель Казанского университета. Все подробности далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Борис Платов работает уже много лет. В 2010 году он окончил геологический факультет и входил в число одних из первых выпускников университета в статусе федерального. После этого один год я учился в Канаде в университете Альберты в городе Эдмонтон. После этого я вернулся в Казань, работал в компании ТНГ Групп, ну и параллельно начал преподавать в университете. Впоследствии с 2014 года полностью перешел в Казанский университет и с тех пор работаю здесь. Интерпретации данных сейсморазведки, геологическое моделирование и геостатистика. Лишь малая часть дисциплин, которые преподает Борис Платов. Регулярные занятия со студентами, введение курсов по повышению квалификации и любовь к профессии. Все это помогло молодому преподавателю по итогам конкурса стать лучше. Конкурс в этом году подстраивается под реалии 2020 года. Поскольку образование в основном перешло в онлайн, то и в рамках конкурса оценивались именно онлайн-дисциплины. Каждый конкурсант должен был предоставить электронный образовательный ресурс для проверки. И кроме этого нужно было заснять две небольшие лекции. Первая онлайн-лекция была об одном из преподаваемых предметов. А вот к подготовке второго видео решили подойти с юмора. Его мы сняли в нашем инкубаторе дистанционных образовательных проектов. Там мы рассказали на бытовом языке о том, как работает геофизика при поиске нефтяных и газовых месторождений. Рассказывали на примере поиска кошки. Как отметил Борис Платов, жюри оценило качество его образовательного ресурса, в состав которого входят и видео-лекции, и практические занятия. Преподаватель планирует и дальше развиваться в стенах Казанского университета. Диана Жилинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Чего нам ждать от 2021 года и как пандемия коронавируса влияет на экономические прогнозы? Обо всем этом расскажет наш корреспондент. 2020 год выдался очень тяжелым для всей мировой экономики и российской в том числе. Ключевым фактором стала, конечно же, пандемия коронавируса, из-за которой многие компании и люди потеряли свои доходы. Как утверждают эксперты, давать какие-либо прогнозы на 2021 год достаточно трудно. Все зависит от ситуации с коронавирусом. Если пандемия пойдет на спад до весны, то в 2021 году можно ожидать довольно оптимистичную картину. 2021 год будет годом восстановления экономики. Безусловно, никто не говорит, что цены снизятся. Инфляция все равно существует. Вопрос, каков будет уровень этой инфляции. Если она будет сохраняться на уровне 4%, как это происходило в последние несколько лет, то это будет не критично. Если же пандемия продержится еще полгода или дольше, то экономика будет также находиться в стрессовом состоянии, что будет приводить к колебаниям валютных курсов, к повышению инфляции и к снижению реальных доходов. В связи с этим эксперты рекомендуют воздержаться от спонтанных покупок и стараться не брать кредиты. Кредиты в условиях кризиса являются отягчающим фактором для финансового благополучия любой семьи. И усугублять ситуацию с закредитованностью, наверное, сейчас не стоит, если в этом нет крайней необходимости. Также профессор Института управления экономики и финансов Казанского университета Игорь Кох рекомендует для грамотного распределения семейного бюджета в новом году всегда обеспечивать, чтобы ваши текущие доходы превышали ваши расходы и откладывать хотя бы часть дохода в так называемую подушку безопасности, которая сможет помочь пережить кризисы. Кристина Надышина, Фарид Захитаглы, Универ Ньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!